Добрый день, дорогие друзья! Давайте сначала проверим нашу связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики или десяточки, если вы хорошо слышите нас, Джоанной. И мы сразу перейдем к вебинару, который сегодня посвящен очень интересной теме, а именно стандарты расчетов натуральности формул косметических продуктов. Отлично! У нас есть связь. Итак, меня зовут Джоанна Жак. Я инженер-технолога пищевых и косметических продуктов. Я училась во Франции в университете в Дижоне и уже более шести лет занимаюсь производством продуктов как косметических, так и пищевых добавок. Важаемые коллеги! мы поняли по вашим многочисленным просьбам, что вы хотели бы лучше понять, на чем основаны расчеты натуральности косметических средств Project V, то есть почему мы, в принципе, можем утверждать, что эти средства натуральные. И сегодня мы рассмотрим с вами несколько сложную техническую часть вопроса, но я постараюсь использовать более простые слова, чтобы вы все все прекрасно поняли. Вы уже прекрасно знаете, что все пять продуктов, которые входят в линейку Project V, то есть это дневной крем, крем для рук, ночной, сыворотка, крем для кожи вокруг глаз, они все построены, созданы вокруг ключевых компонентов, таких как растительный глицерин, экстракт инжира, экстракт женьшеня, экстракт гинкобелоба, бакучол. Но в каждый продукт мы добавили ингредиент с доказанным клиническим результатом, прошедшие клинические исследования, которые усиливают во много раз действия каждого продукта. Но прежде чем мы с вами погрузимся в расчеты натурального происхождения продуктов, нам очень важно понять, что же у нас написано на упаковке. То есть это список ингредиентов на упаковке, он указывается в соответствии с номенклатурой, которая называется INKI. Это такое официальное название, которое мы по закону обязаны указывать на каждой упаковке косметических средств. Это номенклатур, который используется в очень много времени, в 1973 году, она сегодня очень много ответственности. Я даже скажу, что она более обязательная в Европе. И название инки в России, в Европе, в США, в США, в Киеве и в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. То есть, когда мы смотрим на название инки, это может быть трудно для того, чтобы нескрыпать, для человека, не инвестии, или для человека, который не сделал исследование в Киеве, но это не означает, что продукт, ингредиент, это ингредиент химический или синтез. И вот эта номенклатура датируется 1973 годом и в настоящее время очень широко используется по всему миру. То есть, в Европе это обязательная номенклатура, но также ее используют в европейских странах, в США, в Японии и Китае. И обозначение инки, то есть, вот как согласно этой номенклатуре указывается на упаковке тот или иной ингредиент, непрофессионалу бывает часто очень сложно расшифровать, если вы не изучали химию или ботанику в университете. Но, несмотря на то, что вот это вот название иногда бывает пугающим, это не означает, что продукт является ингредиентом, полученным в результате химического синтеза. Таким образом, для того, чтобы объяснить, что я говорила, что вы используете на табле название инки-содиум-клорид. Это может быть синтетическим, очень химическим, и, во-вторых, это же сел, что вы используете для осознания вашего питания в сетте, или это же сел вы найдете в океану, когда вы уходите? Сейчас я приведу несколько примеров, и вам сразу все станет понятно. Например, соль, которую вы используете в пищу, согласно вот этой номенклатуре инки, называется хлорид натрия. Звучит так химически, вообще непонятно, что это такое, а на самом деле это обычный натуральный пищевой продукт, соль, которую вы используете в пищу, соль, которая растворена в морской воде, то есть это абсолютно натуральный продукт. И точно так же, в различных кремах нашей линейки, например, если вы посмотрите упаковку крема для рук, крема для дневного или ночного крема, вы увидите, например, там написано каприловый триглицерид, это согласно номенклатуре инки, да, а на самом деле это просто липиды, жиры, среднецепочечные, то есть абсолютно продукты натурального происхождения. То есть вот то, что написано по номенклатуре инки, каприловый триглицерид, это просто липид, полученный из кокосового масла, который используется для придания крему его вот мыслянистой, такой бархатистой, пышной, роскошной структуры. Это те же самые жиры и липиды, которые используются в парентеральном питании, то есть в обход кишечного тракта. Это комплексный питательный раствор, который вводится непосредственно в пищеварительную систему, в условиях стационарных, если питание пероральное, то есть через рот, оно невозможно по каким-то причинам. и л Harmon Fee ИСО, которая называется International Organization for Standardization, 16128, это норма для инкредиции, и также для продуктов Городить, Л'objectif de cette norme, c'est d'élaborer et de publier des normes internationales. Ce n'est pas une certification, c'est une réglementation. Cette norme réglemente la méthode de calcul. Ce sont des indications numériques pour déterminer le degré d'origine naturelle de l'ingrédient et du produit fini. Dans nos calculs, en tant que fabricant de cosmétiques, nous sommes obligés d'utiliser ces outils. Pour connaître la teneur de naturalité d'un produit fini, il faut remonter le fil de tous les ingrédients qui composent ce produit. Et puis, ensuite, de comment chaque ingrédient est fabriqué. Чтобы узнать, например, сколько в готовом продукте, например, в готовом креме, содержится ингредиентов натурального происхождения, нужно отследить каждый отдельный ингредиент, а затем то, каким образом он был произведен. Et donc, c'est la synergie de la naturalité de chaque ingrédient qui permet d'obtenir un indice de naturalité élevé pour le produit fini. Donc, par « naturel », on entend « végétal », « animal », « minéral » ou « provenant de micro-organismes ». Donc, par exemple, le « bakuchiol » est « végétal », « la cire d'abeille » est « animal », « l'eau » est « minéral » et « les saccharides » sont issus de fermentation de micro-organismes. Et donc, en fait, tous ces ingrédients sont naturels. Et, именно, вот эта синергия натуральности каждого ingrédienta-creme, позволяет нам получить высокий индекс натуральности конечного продукта. Что такое натуральное? Под « натуральным» мы понимаем растительное, животное или минеральное происхождение. Например, « bakuchiol » имеет растительное происхождение, пчелиный воск – животное, вода – минеральное, et polysaccharides – получены путем fermentирования растительных веществ. То есть, все эти ингредиенты являются натуральными. Donc, prenons l'exemple sur un ingrédient qui est très connu, qui s'appelle le beurre de karité, que vous retrouvez sur l'étiquette, indiquée comme « butérospernum parqui chia butter». Давайте, вот, для примера, возьмем, вот, одно из самых известных косметических средств, vous его точно все знаете, под названием « масло karité», « масло ши», да, которое, на этикетке, вы увидите со странным таким названием « butérospernum parqui». Donc, nous prenons en compte le mode de fabrication du beurre de karité. C'est totalement mécanique. Nous prenons en compte les autres ingrédients qui interviennent dans la fabrication. Et il s'agit d'une approche très minutieuse de la fabrication de l'ingrédient. Donc, les procédés mécaniques, le broyage et les solvants utilisés de l'eau sont utilisés sans modification chimique de l'ingrédient. Et ainsi, le résultat est un score élevé. Et quand nous определяons, si on est naturellement est-il ou non-touralement, nous nous prenons le sposób de l'ingrédient et les ingrédients qui sont dans le produit. Donc, c'est un très tôt pour l'ingrédient. Donc, si un solvant non-naturel est utilisé, issu de la pétrochimie, alors la catégorie finale de l'ingrédient ne sera pas naturelle. De même, si un mode opératoire, un procédé qui modifie chimiquement l'ingrédient est utilisé, l'ingrédient ne sera pas naturel. Si un ingrédient contient un conservateur de synthèse, même en faible proportion, alors l'indice va baisser. Donc, cette analyse rigoureuse, elle est faite pour tous les composants de chaque produit de la gamme Project V, et c'est ainsi que nous obtenons les résultats des indices de naturalité pour chaque produit. Donc, avant de voir le détail des calculs, on va essayer de comprendre comment ça se fait. Donc, vous pouvez voir dans le schéma l'ordre des calculs. Donc, on doit d'abord évaluer l'indice de chaque ingrédient dans la formule. Ensuite, on prend en compte le procédé de fabrication de l'ingrédient et les matières premières qui rentrent dedans. Donc, on va regarder les résultats le chiffon de chaque ingrédient, l'indice de naturel. Потом этот индекс умножается на объем включения ингредиентов в формулу, учитываются механизмы обработки, механизмы, соответственно, другие какие-то вещества, которые входят в продукт. И таким образом мы получаем с вами индекс натуральности каждого продукта. Таким образом мы получаем индекс от ингредиентов. И если использование механизма не превращается в ингредиент, то индекс будет 1. Если ингредиент не изменен, то индекс будет 1. Если использование натурального продукта, то индекс будет 1. И затем мы делаем индекс от ингредиентов в продукт. И поэтому мы получаем индекс от ингредиентов. Таким образом, максимальный ингредиент натуральности может быть 1. То есть если продукт переработан, если ингредиент переработан только механическим путем и никак не повреждена его формула, значит его индекс будет 1. Если не были использованы никакие химические растворители, да, никакие продукты нефтихимии, то тоже у него ингредиент будет 1. Если никаким образом не повреждена изначальная формула ингредиента, то индекс его натуральности будет 1. Это самый высокий индекс. Давайте мы тогда сейчас посмотрим, перейдем к детальному анализу средств входящих в линейку. Начнем с сыворотки, потому что это ведущий продукт линейки. И вы обратите внимание, что для других продуктов применяются те же методы расчета, потому что это те нормы, которые диктует нам вот этот стандарт. Итак, здесь представлена схема подсчета для сыворотки. Сейчас мы с вами ее более детально рассмотрим. Итак, в первой колонке вы видите, вы видите общее название ингредиента, который входит в состав продукта. Затем вот зеленого цвета индекс натурального происхождения продукта. Дальше в красном, в третьей колонке, вы видите процент содержания этого ингредиента в конечном продукте. И вот в следующей предпоследней колонке, вы видите вот это умножение, которое мы производим, да, когда мы умножаем индекс натурального происхождения продукта на содержание ингредиента. То есть, таким образом мы производим подсчет натуральности каждого ингредиента входящего в продукт. И сейчас мы с вами очень подробно рассмотрим несколько продуктов линейки для того, чтобы вам было все абсолютно понятно. Итак, вы видите, здесь вы видите абсолютно полный состав с указанием всех ингредиентов входящих в сыворотку. И вы видите эти четыре колонки, которые мы с вами только что, значения которых мы с вами только что поняли. То есть, вы видите, что мы подсчитали индекс натуральности каждого продукта, умножили... Мы подсчитали его на процент содержания этого ингредиента в конечном продукте. И в итоге просуммировали все значения в предпоследней колонке, да, и у нас получилось, что сыворотка у нас на 97,525% содержит натуральные вещества. Итак, мы возьмем к примеру, что глицерин, который называется глицерин. Да, производство глицерина, оно очень тщательно, полностью соответствует натуральному ингредиенту, то есть его индекс равен одному. То есть, в сыворотке мы используем, то есть, 8,68% глицерина. Поэтому мы умножаем, соответственно, индекс естественного происхождения ингредиента равен одному на вот это количественное содержание и получаем 8,68% для объема ингредиента в готовом продукте. Поэтому мы в висках, например, для 5,5% глицерина, который помогает у него ремень и темнотированная часть. И так, с индекс облицетка и 0,85%. Почему? Потому что мы используем в производстве, в продукт, который часть петрохимии, dans la fabrication, l'extraction de la gomme de xanthane de la nature. Et donc, ensuite, on fait 0,85 x 1,25, qui est la quantité de gomme de xanthane que l'on utilise, et c'est la contribution de cet ingrédient au produit fini. Давайте еще раз берем один пример, где у нас индекс равен не единичке, вот, например, пятая строчка, xanthanevая камедь, да, в продукте он используется для того, чтобы продукт был более, крем был более плотным, с более такой приятной текстурой. Xanthanevая камедь, индекс ее натурального происхождения 0,85, потому что в получении xanthanevay camedy мы используем небольшой процент растворителя нефтехимического происхождения. И таким образом xanthanevaya camedy, индекс ее натуральности немного снижается из-за этого, но ее содержание соответственно 1,25, умножаем эти составляющие между собой и получаем содержимое ингредиента в готовом продукте равное 1,06. В последней колонке вы видите категорию, то есть к какому в итоге ингредиенту относится тот какой категории относится тот или иной ингредиент натуральный или синтетический. И вы видите, что в составе сыворотки всего лишь из всех ингредиентов всего лишь три синтетических ингредиента. Вот. Notez, с'il vous plaît, qu'un ингредиент peut être composé d'une ou plusieurs matières premières. La liste de toutes les matières premières est indiquée dans la liste INKI. C'est celle que vous retrouvez à droite du tableau et c'est celle que vous retrouvez aussi sur le produit, au dos du produit. La liste INKI correspond à toutes les matières premières de la formule qui sont indiquées dans l'ordre décroissant de la quantité utilisée. Et je vous prouvez attention à que un ingrediente peut состоit de un ou de nez composantes de la utilisée. A список всех composantes de la sous-tabli 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 nous allons passer au produit suivant. Давайте перейдем к следующему продукту. Donc la crème de jour. Comme expliqué précédemment, on se base toujours sur la norme ISO pour le calcul. Donc c'est toujours le même tableau et on peut voir que la crème de jour est très élevé donc 98, 68%. Давайте посмотрим на состав дневного крема. Мы уже говорили с вами о том, что при расчете индекса натуральности мы основываемся все на том же стандарте ISO. И здесь вы видите в таблице название всех ингредиентов и индекс натуральности происхождения каждого ингредиента что в итоге дает нам очень высокий индекс натуральности самого уже финального продукта дневного крема. Вы видите что он превышает 98%. Мы уже говорили с вами но давайте еще раз повторим что согласно этому стандарту ISO мы учитываем источник происхождения ингредиента методы производства ингредиентов растворители которые были применены в производстве ингредиентов и таким образом мы видим с вами потрясающий продукт в котором всего лишь 5 ингредиентов которые признаны синтетическими и при этом вот такой вот высокий индекс натуральности так Donc, il est utile de mentionner que même si certains ingrédients peuvent sembler très chimiques, pour une personne, c'est normal pour une personne qui n'a pas étudié la chimie. Donc, ils sont totalement d'origine naturelle. Par exemple, les triglycérides C18, que vous pouvez voir à la cinquième ligne, sont des triglycérides d'acide gras. Et donc, c'est une molécule qui est naturellement présente dans la nature. Et aussi, quand vous regardez le composé, qui est sur l'application, ou vous parlez de ce client, ou quelqu'un vous demande, il faut rappeler que certaines назвances, selon la nominclature INCI, pour quelqu'un qui n'a jamais été étudié la chimie, qui semblent complètement chimiques. Например, en 5-ой строке, nous voyons 3-glycérides C1018. Que c'est-ce que c'est ? C'est seulement 3-glycérides d'acide gras, c'est-à-dire gras, c'est-à-dire gras, c'est-à-dire gras, c'est-à-dire naturellement, c'est-à-dire naturellement, c'est le cas aussi du citrat de stérat de glycéril, qui est un indice de 1, et dont le nom, en fait, correspond aux classifications qu'on utilise dans la science en chimie. C'est ce que nous pouvons dire, c'est-à-dire glycéril-stéaracitrat. C'est-à-dire que c'est un produit naturellement, qui est-à-dire naturellement, qui est-à-dire naturellement. Donc, nous allons passer maintenant à la crème de nuit. Donc, pour rappel, le score maximal de chaque ingrédient est de 1. Donc, vous pouvez voir que nous avons beaucoup de 1, et ça permet d'avoir un indice sur le produit fini de presque 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, la quasi-totalité des ingrédients a un indice de 1, parce qu'ils ne sont pas transformés chimiquement, parce qu'on utilise des procédés mécaniques dans leur fabrication, et donc, du coup, ils sont présents dans la nature, et ainsi présents aussi dans votre crème de nuit. Je ne veux plus préciser, pourquoi nous avons donc beaucoup de 1 ? Parce que nousons d'abordes naturellement, nous n'utilons pas les ingrédients, nous n'utilons pas les techniques, nous ne utilisons pas les produits n'utilisent pas les produits, ni les substances, et ces produits n'utilisent pas le produit, ils sont en nature, они перекочевали ваш мочной крем. И еще раз хочу вам напомнить, что вот посмотрите здесь, в последнем, в правой колонке вы видите перечисление именно всех веществ, всех элементов сырья, которые входят в тот или иной продукт. И напомню, что ингредиент один, да, перечисленный слева, он может состоять из одного или нескольких элементов сырья, которые у вас перечислены на упаковке. И так, эта листка, которая может быть сложной для понимания, и полностью transparentа по поводу композиции, потому что это в порядке увеличивающих материалов, которые используются, и эта листка позволяет им уничтожить интернациональную композицию для понимания. Таким образом, однажды, разобравшись в этой номенклатуре, однажды, разобравшись в том, каким именно образом на упаковке указываются весь этот ингредиентный состав, вам будет очень легко читать упаковку, очень легко читать состав, потому что вы видите в убывающем порядке какое сырье было использовано и сколько его там содержится. То есть для вас теперь это вообще не секрет. И еще раз хочу подчеркнуть, что все косметические продукты, которые мы производим, соответствуют международному стандарту ISO 16128, который вы тоже должны знать, и который применяется, который все ответственные производители применяют в своей практике. И теперь кастряковsun. Постdo 된 анализ за объем просто смотрите на количеством продуктов и нораха. Таким образом да их соответствуют кастряковым, кастряковым д 영상ом. Давайте добавим 90% чтобы кастряковым. Ук ? И сейчас на вот этой вот табличке вы можете увидеть содержание, то есть индекс натуральности каждого продукта входящего в косметическую серию PROJ. Вы видите, что дневной крем для лица это 98,68%, это уже практически округляем до 99%, крем для рук тоже очень высокий процент, больше 98%, крем ночной для лица практически стремится к 99%, сыворотка 97,5% и крем для кожи вокруг глаз 98,77% это тоже. Практически уже 99%. Я хочу подчеркнуть, что весь ассортимент косметики для ухода за лицом серии PROJECT V был разработан с тем, чтобы предложить вам лучший союз между наукой и природой. И не только в связи с преимуществами связанными с основными активами каждого средства по уходу за кожей, но также все продукты были подвергнуты очень жестким дерматологическим тестам. Эти протоколы разработаны отслеживаемые токсикологами, специалистами в области соответствующих и совместимости кожи. И как вы увидели, индекс натуральности каждого продукта был посчитан. И мы при разработке этой косметики стремились к тому, чтобы выбрать самые натуральные, самые естественные ингредиенты для того, чтобы предложить вам продукт, в котором минимальное содержание натуральных веществ превышает 97%. И так, наши продукты не имеют никакого парабена и никакого силика. Они были тестированы под контролем дерматологическим тестом. Они были тестированы под дерматологическим контролем независимых лабораторий. И эксперты вынесли заключение, что продукты не являются аллергическими, не являются раздражающими. То есть, индекс натуральные ингредиенты считают, что продукты не являются аллергическими, не являются раздражающими. Реакция каждого человека может быть индивидуальна. Поэтому иногда могут, в частных случаях, случаться некоторые реакции. Такие реакции действительно dependут от индивидуальной sensibilности. И это для того, чтобы проверить, что вы не имеете в виду ингредиенты, аллергии, через несколько часов. И, поскольку эти реакции индивидуальные, их невозможно контролировать, Поэтому мы вам настоятельно рекомендуем, прежде чем начинать использовать крем, обязательно провести тест на аллергическую реакцию. Вот на этой нежной части обратной тыльной стороны вашей ладони, чуть пониже ладони, нанести крем и подождать, и посмотреть какое-то время, не будет ли у вас какой-то индивидуальной реакции. Так, еще раз. И другим очень важным параметром является метод использования и область применения. Например, для крема для глаз. Чтобы получить максимальную отдачу от продукта в области вокруг глаз и избежать того, чтобы ваши глаза опухли, необходимо обязательно соблюдать контуры зоны нанесения. То есть это широкий круг вокруг глаз, а не тереть непосредственно рядом с глазами. Это может показаться такими маленькими и неважными деталями, но на самом деле это очень важно, потому что наша косметика, линия Project V, она очень богата природными активами, а кожа вокруг глаз очень тонкая, поэтому очень важно соблюдать вот эти все рекомендации. И так же важно не только способ нанесения, но и количество наносимого крема. Об этом можно говорить бесконечно, поэтому мы решили провести для вас еще один вебинар посвященный правильным методам ухода за собой, вот этого ритуала красоты ежедневной. И в ближайшее время мы сообщим вам дату этого вебинара. Ну что ж, сегодня мы действительно рассмотрели очень интересный, сложный, важный вопрос по поводу натуральности. Я надеюсь, что вы теперь чувствуете себя экспертами в этой теме. И спасибо вам за внимание и с большим удовольствием увидимся на следующем вебинаре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!